Небесный И спаси, Боже, Душа наша Галим, молись Господи, Милосердный Иисус Христиан Благослови нас на эти занятия И семя, которое Ты положишь нам в сердца Благослови, чтобы оно проросло Твое Слово Святое в наших сердцах И исполнилось в наших жизнях Да будешь Ты благословен Слава Тебе за все, Отец, Сыны, Святой Дух, Амин Аминь Слава Тебе, Боже, Слава Тебе Так, сегодня у нас четвертый праздник Ведения во Храм Благородицы Продолжение занятий у нас по Слову Божьему Евангелия от Иоанна, 6 глава, 48-51 стихи Итак, продолжает Господь речь свою к этим самым иудеям Которые приплыли покушать хлебушка А Он их взял и обличил И им это обличение очень не понравилось И Господь начал говорить Открывать им тайны домостроительства Своего И начал говорить о своем теле, о своей крови Вот именно о крови и именно о теле То есть вот, ну, я так понимаю, медики могут Различие сказать, в чем различие плоти нашей и крови Есть различие? Кровь что такое и что такое плоть? Почему именно не об одной плоти и не об одной крови? А мозг где? Мозг тоже серьезная вещь, почему мозг мы еще не едим? Ну, вот, именно плоть и кровь Кто что умеет? Мозг едет Да, но Господь говорит о плоти своей Ну, одно без другого не может существовать Одно без другого не может существовать Ну, допустим, как строение в холодных странах Построили дом, а если не будет там тепла, там воды Вот это, все, что движется Как ни странно, все, что движется Электричество То не будет вообще дома Что там, как жить-то? Ну, ладно, летом ты там еще как-то протянешь Да, похоже? Похоже, похоже Очень похоже, понимаете? Домостроительство недаром названо Вот, глядите, к каким первым мы приходим Господь говорит Домостроительство мое такое То есть, устройство дома Там должно быть Клеточка такая, где ты живешь Оно там должно непробиваемое быть, непродуваемое Там, чтобы град какой-то не ударил И тоже там должно быть тепленькое Да, в некоторой стране сейчас очень-очень не тепленькое Там не Ливан А везде темно Темное пятно Показывают вот земля И везде электричество Электричество А там, где вот эта страна 600 тысяч квадратных километров Вот такое темное пятно Почти везде Там кое-где горят Ну, это на западе Это страшное дело То есть, должно быть домостроительство От чего все это? Не устройство, потому что Итак, Господь говорит нам О устройстве Не просто своем А человека То есть, мы просто без тела и крови Господней Жить не можем Без его дома Мы не можем жить И мы уже не те люди Не те, не его И вот так продолжаем наше занятие Вот таким, значит, стихом Я есмь хлеб жизни Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли Хлеб же, сходящий с небес, таков Что едущий его не умрет Я хлеб живый Сшедший с небес Едущий хлеб сей будет жить вовек Хлеб же, который я дам Есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира Не знаю, вопрос на вопрос Сейчас будет нам феофилак болгарский Отвечать блаженный Я, говорит, есмь хлеб жизни А евшие манну умерли Говорит Господь о себе Они как бы сказали, что А вот, Господь с небес дал Вот, вот ты такую дай нам Такой хлебушек Вот, чтобы мы тоже никогда Подождите, ну тогда были другие времена Тогда люди путешествовали Они вышли из страшного рабства Они потрудились там Так потрудились Им пенсия положена до гробовой доски Вот с того самого дня Как они признали Бога Но Они поступили неверно после этого Они принимают, как бы Условия Бога Закон его А только Моисей ушел И нету его там 40, ну там 39 дней И они уже все Даже побольше Надо же было тельца вылить Ну, наверное, месяца не было И вдруг они А что такое? Его нету Он никогда не явится Все, конец Кончилось Нету Бога, значит То есть Моисей пропал С нашего поля зрения То есть никто не руководит Они сказали Только ты будешь говорить От Бога Ну, хорошо Только он и Господь От Аарона ничего не слышно К Аарону Бог не приближается А Аарон был только Вот как уста И больше ничего И что дальше Нужно теперь Лидера где искать? Мы знаем, где лидер Там сразу лидеры соскочили Корейда Фана Верон Ну, типа такие Там не они были Но они тоже там были Их просто не успели зарезать Когда Моисей пришел Они не так себя проявили А те, которые проявили 3000, их порезали всех Ну, это я забегаю вперед И сразу лидеры появились Когда вы какой-нибудь Там плохо говорящий Или может быть наоборот Умный, как Лев Троцкий Из-за границы Университеты закончивший Все знающий Пришли И сразу Нам надо Бога своего сделать И все Ты уже священником как бы поставлен Будешь жрецом при этом Боге Я орум такой вроде попятную Да вы знаете, знаете Туда-сюда А ты что, больше знаешь, что ли Что-то Да нет, ничего не знаю Вот так Приплыли Священники все Так вы такие Сейчас есть-то Священники-то Точно такие же Только лидера не будет И сразу А где? А что? А кто? А куда? Слово Божье Слово Божье должно быть А так А где оно? Так вот вы сами же его закрыли Вы же сами его за церковно-славянской печатью Засургучили А теперь вы его не знаете И не знаете, куда двигаться Война началась А что? Иппатриарх сидит Знаете, у нас очень мало В зоне боевых действий священников Очень мало Видели это? Видели это? Нет? Ну это по телевизору везде показывают сейчас Это вчерашний день Вчерашний день А надо посмотреть иногда И он такой, вы понимаете И священники такие сидят И головки вот так все опустили Вот так вот Кто вот так? Кто вот так? Ну они, это все-таки Как бы их командир Но не такой То есть можно как-то Вот так поерзать На какой-то точке И уйти Как на лим А так вы все это Вы же об этом разговаривали А теперь давайте показывайте Пример-то покажите У нас всего, говорит От 10-15 до 25 Там было То есть он хочет показать Великую планку А теперь их там всего уже Наверное, меньше 10 Но было когда-то То есть, ну понятно уже А наверху задают вопросы А мы зачем вам оплачиваем Церковь Христа Спасителя Зачем мы это все оплачиваем Вот это то, что построено Вот это Вот зачем мы оплачиваем Свято-Троицкую лавру С супер-унитазами С супер-туалетами Новейшими у монахов А вы думаете мы так просто вам это сделали Что мы очень веруем Что мы верующие все Ну знаете, рука руку моет Надо Там мраморы такие Это, по-моему, батюшка Даже сам рассказывал Приезжал Был там Ну или кто-то Кто-то Или отец Сергий Который Ну кто-то рассказывал Короче, приезжал Прямо Как там у них все Все очень дорого У нас В России Что относится к храмам Особенно в большинстве Посмотрите у нас Какие храмы построены Покровский Это 1900 год Постройки А там в центре Какие 60 метров Весь белый Как он Андрей Это Бога Яна Богослова Там новый Новый микрорайон Только 12 этажки Там Ну или больше И посреди них стоит Этот гигант Собор этот Мощный А как его отапливать Скажите Как-то Как Как-то Да Вот чумы показывают Чумы У них вот там 40 палок И длинной Такой шкурой Вот так все Вешено Ну и вот Как у нас комната Приблизительно Такое вот Хозяйство у них Все в чуме И у них печечка Стоит Вот печка И вот они топят Показывают они Дровишки Там нету нигде дров Они специально На Олежках Едут куда-то Дровишки заготавливают Привозят И подтапливают Подтапливают Все время подтапливают Они работают Работают Эти люди Работают Вот такой маленький Пацаненок Он уже на Олежках Уже там это Пилит Все Он работает А монахи Монахи Весь мир Молились молились Домолились до войны А почему Им говорят Сведущие люди Говорят Господь там это Каноны оставил И там один канон Есть такой Пятидесятое правило Апостольское Троекратное Погружение в воду Вы что Больше нас знаете что ли Да мы учились В академиях Да мы Духовные семинарии Заканчивали Вы что тут там Заливаете то У меня видишь Сколько орденов Ой С другой стороны Мне вот тут сидел Показывал Тут Александр Священник Вот так распахнул Своё пальто А у него Тут вот Несколько орденов А этот Был еще Погиблов Такой С Новоалтайского Он вот так вот Как распахнул У него тут Ордена А вот это вот Вся подкладка Багрово цвет Багренная Багренная Знаете Такое как пламя Да Ну как наверное Да Как вот Типа вот такое Алло Темное Знаешь Такое как кровь Как раз Как распахнул Он сидит в таком Плащике Стоечка Воротник Все Я такую проповедь Сергей сказал Зажигательную А посмотрел книгу Игнатих Сейчас второй том Открывает А там про проповеди Что священники Не умеют говорить проповеди А Игнатих Я подарю вам Он такой Нет 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 Я это не возьму Это что такое Я сегодня Такую зажигательную проповедь Сказал Такую великолепную Сам о себе Начал говорить Великолепную проповедь Мне интересно Послушать вашу Великолепную проповедь У нас 25 Всего Надо 25 Надо чтобы больше Было там на передовой Побольше туда Священников Ему пулемет Бронежилет И чтобы он первый Пошел на дот Еще Ага Ну а со знаменем Христа Там нет мрамора Нету Всято-Троицкая Нету мрамора А Там на войне Там на войне Я понял Да вас Да это юмор Это такой юмор И вот Что нам говорит Блаженный Феофилак На Я есим хлеб жизни То есть Куда надо Куда За что нужно отдать Свою жизнь Господь нам подсказывает За что Нужно отдать Свою жизнь Священникам Нам с вами Детям Нашим Яр Говорит Есим хлеб жизни А евшие манну Умерли Не просто Прибавил слово В пустыне Но с целью Показать Что манны Ненадолго Стала Отцам Ну то есть Стала То есть достала Это досталось Это такой Оборот Старорусский В пустыне В пустыне только А в землю обетованную Она не вошла С ними То есть Манна небесная Они Когда перешли Реку Иордан То там Перестала манна быть Там и перестала Все То есть они утром вышли По привычке Поесть А нету манны А ее собирать надо Скрупулезненько И так далее Я представляю Там у них какой-то Знаете Скачок был экономический Потому что Представьте Все время еды Тут нету Надо теперь Ты будешь охотиться Ты будешь чистить Ты там будешь готовить И так далее Тут женщины пригодились Сразу А то они Женщины не очень нужны Были А тут Женщины готовить Оказывается умеют Они оказывается По хозяйству молодцы Но не будет же Она за оленем бегать Сей же хлеб Не таков Но пребывает Вовек Так что Они Если захотят Получат благо Гораздо больше Вот так Чем Отцы их То есть Господь говорит Манна Это оказалось Только Цветочки А ягодки Это еще Впереди Вы не поняли Да и как Господь оставит Своих Он должен был Дать дальше что-то Они не поняли Духовное только Заметь К нам обращается Блаженный Феофилакт Прям к нам Конкретно Представьте Через века Через тысяча лет Он это слово Оставил Заметь Давайте заметим Благодарим Тебя блаженный Что хлеб Вкушаемый нами В таинстве Не есть образ Тела Господня Но есть Самая Плоть Господа Вот Вкусившие сегодня Вкусившие? Нет Ну Кто вкусил Вот знаете Ибо Не сказано Что он Ибо Не сказал Он Что хлеб Который я дам Есть образ Плоти Но Есть плоть Моя Прямо из контекста Ибо хлеб Сей Неизреченными словами Через таинственное Благословение И наитие Святаго Духа Очень интересно Запомните Заметьте это Ибо хлеб Сей Неизреченными словами Через Таинственное Благословение И наитие Святаго Духа Притворяется В плоть Господа Но если захотите Можем потом разобрать Что это значит Я вопрос задам Кто ответит Хорошо будет Никто да не страшится Веровать Что хлеб Становится плотью Кстати Плоть большой Пишется В русском языке Ибо когда Господь ходил Во плоти Это маленькая буква И принимал Пищу Из хлеба То хлеб Сей Вкушаемый Применялся В его тело И уподоблялся Святой Его плоти И по обычаю Естества Человеческого Служил К возрастанию И укреплению Человеческой плоти И ныне Хлеб Сей Применяется В плоть Господа То есть хлеб Который Господь ел Он не просто так Ушел Как у нас уходит Через Офидрон И чем очищается А Господь Накопил ее Эту плоть Этот хлеб В плоти своей Накопил И теперь Раздает нам А так как он Питью хлебами Только напитал Ну то есть скажут А что так малого Надо же было Вагоны ему есть А то там Может землю всю Съесть Столько хлеба Чтоб питать Да нет 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 Там не так Господь Питью хлебами Напитал Напитал Ну вот Получается так Что ему хватило Этого И теперь он питает Всех будет питать Всю жизнь До тех пор Пока Мы не придем Да пока он не придет Пока не предстанет Каждый человек И тогда там Что будет уже Не зная Что будет там Ну то что мы знаем Знаем А то что как там Питание Какое будет написано Никто не будет питаться А солнце Свет Как тепло Как Как Господь Будет Солнцем Солнцем Ну да То есть это понятно Ну и может быть солнцем Теплом будет для нас Он может быть будет И питанием А А вода Как же пить 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 как Пить Пить как Да не нужно будет Души не пить Не есть Не тепло Не свет И что сказано С питьем Будет у нас Море Какое станет Море станет Как Как что Источники Вот Хорошо Придумал Море Говорит Станет Как стекло Море Станет Как стекло Вот вода Вся застынет Вот так вот И все И по нему Можно ходить Там или что Оно Но питье Не нужно И мы И мы узнаем Истинную Истинная Как оно Выглядит Вода На самом деле Это для нас Сейчас вот эта вода Для нашей жизни Вот так сделана А она другая Кстати К моему Ветному завету Вот это невероятно Новая находка Тема Земля была Невидима И неустроена И стекло А стекло Ты его не увидишь Ну не написано Что вода была стеклом Игорь Ну ты уж Не это Вода была водой Я тебе вопрос задам А ты думай Я тебе не буду отвечать И вода собралась В одно место Куда Ну Вот теперь Потом мне расскажешь У меня будет занятие Завтра По этой теме Я буду рассказывать И если ты прослушаешь Ты скажешь Ааа Вот так ты скажешь Ааа Вот так Я скажу Ну что поделаешь Молиться надо Чего сделать Чтоб Господь открыл Занятия-то вести надо Людям Ну Рассказать А как рассказать Если я ничего не знаю Читаем святых Мужей Молимся И Господь нам Открывает Все В чем дело Да Вот оно Как даже Вы понимаете Пришли И ныне Хлеб Применяется В плоть Господа Как же Скажут нам Является Не плоть А хлеб А это Для того Чтобы у нас Не было Отвращения К яству Господи Мой Господи Как же Так Ты все Делаешь По-человечески Это уж Совсем Господи По-человечески Помните Как Давид Воскрипал Совсем По-человечески Чтобы Отвращения Не было А эти Евреи Придумали Так Мы с вами Гои Если кто Из вас Еврей То вы Не гой Если Я не Еврей Поэтому Я как Гой То у меня Лицо Человеческое Для того Чтобы при Общении Со мной Еврея Еврея Не было Отвращения То есть На самом деле Мы Существа С человеческими Лицами Которые Не принадлежат Человечеству Вообще То есть Бог Вообще Нас Не видит И не знает От счастья Это правда От счастья Это правда Да Отчасти Правда Только Надо не забыть О них самих Тоже Вот сейчас Господь Видит только Тех Кто через Господь Через Господа Нашего Едеродного Сына Божьего Иисуса Христа Поверив В Него И идя За Ним Исполняя Что Он Сказал Приходим Он Нас Учит Учит Наполняет Нужными Знаниями И делами И передает Духу Святому Дух Святой Как Утешитель Приходит И нас Вот как сейчас Написано Как Сейчас Наитие Наитие Получается Да Вот прям Таинственное благословение Наитие Святого Духа Получается Это крещение Крещение Причем Не простое А с рождением Свыше И только После этого Уже Когда мы Под водительством Святого Духа Теперь мы Можем обращаться Напрямую К Богу Отцу С молитвой Все Круг замкнулся То есть Бог Отец Не видя нас Посылает Сына своего Мы Молясь Богу Но не зная Он Нас не видит Все равно Молясь Богу Мы молимся Богу Принимаем Духа Святаго И сына его То есть Второе Престой Троицы Второе лицо Потом Господь Нас передает Духу Святому Дух Святой Таинственным Благословением Наитие Находит на нас И после этого Когда мы Становимся Рожденными Свыше Господь вдруг Увидит Что вот они Мы и есть Вот так получается И теперь Можем мы молиться Он нам будет отвечать Бог Отец Бог Иегова Будет нам отвечать Написано А если мы не знаем То 8 глава 24 стих Послание Климана Говорит что Дух за нас Святой молится С дыханиями Неизреченными То есть мы еще Не понимаем Многого И вдруг Дух Святой Который на нас В той полноте В которой нам нужно Он начинает Молиться Господь Бог Отец Он приходит к нам И открывает нам Новое нечто Поэтому То что Игнатий Игорь говорит Я помолился Там мне открылось Это правда бывает Я чуть не утонул В реке Когда мне Господь открыл Почему земля Невидима Я готовился Полтора месяца Я не мог приступить К занятиям По Ветхому Завету Я же уже Прошел Начал ее Никита Колесников Эти занятия На 17 На 16 главе Он закончил И тут вышел Георгий Кадушкин И попросил меня везти Говорит Больше некому Ты сможешь везти Я говорю Ну да Попробую Я начал везти Провел Книгу Бытие С 17 главы Потом провел Исход С первой главы До 35 А перед концовкой Вячеслав Семенов Выходит и говорит Там говорят все Что книга Бытие Там у тебя не полностью Там плейлист Не сначала начали записи То есть я Занятия вел А никто не записывал Просто занятия веду Никто на записи Я не нажимаю Никто не нажимает И это прошло Ну где-то наверное Занятий 20 или 30 Пропустили И он говорит Давай ты сначала начни А я уже опыта поднабрался Я так подумал Думаю Ну ладно Не подумавши Я говорю Давай И когда А когда ты начнешь А там как раз перерывы были Я там уезжал Там лето было Я говорю Ну там через месяц где-то Ну хорошо И Я когда начин Я прочитал первое это И начал читать Святых Отцов Что они говорят А они ничего там Не говорят Того что было понятно И все И мне пришлось И мне пришлось Так упираться Молился И в конечном итоге Господь открыл И вот через это Маленькое открытие Ну очень ясно Почему невидима земля И я начал Вот вести уже Слава Богу Господь Сейчас Занятия не было Я сколько раз говорил Раньше было Отменили Чего ради отменили Не знаю Люди далека приехали Покормили бы все Ну что сидите От вас же зависит Наверное Как там раз Раз отменили Почему отменили Это никто не сказал Почему Столько лет было Придут Вот пели песню А тут готовят Из дома принесли Пообедали И дальше идут занятия Мы успевали маленько А так все Не знаю А что случилось Я не понял Ничего не случилось Вот вы возмущаетесь Никто не возмущается Все сидят Около калитки Какой-то узел лежит Че это На выходе Прямо при самом У калитки Игнать Игнать Иванович Я вот тут сижу Уже два часа Падение взрывное устройство Ну может вполне А это не мой там пакет Ну там видно Что-то накрученное Черный пакет Ну вот постоянное Которое ходите Там все время Ну как-то Верните назад А обед-то Так Игнать Иванович Дайте мы закончим А вы потом это Объявите На следующем собрании Вот так Ибо Если бы нам Показалась плоть Мы неприятно Располагались бы К причастию А теперь Когда Господь Снисходит нашей слабости Таинственная пища Пища с большой буквы здесь Нам является Такою Какая у нас Бывает обыкновенно Ну то есть хлеб И вино Он отдал плоть Ну и вода еще да Он отдал плоть Свою На смерть За жизнь мира Ибо смертью свою Разрушил смерть Разумеет пожалуй Под жизнью мира И воскресения Ибо смерть Господа Произвела Всеобщее воскресение Для всего рода Человеческого Может быть Жизнью мира Господь именует И жизнь В святости И блаженстве То есть здесь Еще на земле Вот так Это жизнь мира Итак Ибо хлеб Сей Неизреченными словами Через таинственное благословение И наитие Святаго Духа Притворяется В плоть Господа Хлеб сей Причем Какой это хлеб сей О чем здесь говорится Хлеб сей О каком хлебе Да Правильно Именно О том хлебе Который он ел Будучи человеком Как написано И приобретал Для этого Этот хлеб Он приобретал Для того Чтобы отдать людям То есть Он хлеб то не перерабатывал На самом деле Это как бы Видимость Для нас была А этот хлеб Он Ну не знаю Ну как написано Так написано Ему не нужна была пища Это так Но он ел Мы видели Что он ел Ну как говорят Призрачно Как бы Он ел Призрачно Подождите Ну как это Ему не нужна была пища Самый соблазнительный момент В христианстве Ай Копил Копил Нет нет Ему пища нужна была Он был из плоти И крови человеческой Бога человек И написано Сорок дней постился Напоследок Залкал И приступил к нему дьявол И искушал его Залкал Ну благодарим тебя Научила нас Конечно Молодец Ты права А я что-то другое говорил Что-ли Я не буду понять Ну копил Копил Это сколько надо копить Сейчас просто Елена сказала Слышите Поперло дело На поправку Землю должен был съесть Целую Пол земли Вот именно Что-то это Вот Игорь Выскажешься А ты вот так вот Начинаешь ерничать Я это сказала Не к твоим словам В следующий раз И говорить как-то Не хочется Я сказала это К словам Елены Она сказала Что он не нуждался В пище Поэтому я и сказала Здесь не надо Рассуждать Да Вот видение ему Какое Священник служит И вдруг видит Маленький младенец Лежит у него там И дальше он заколается Течет кровь Он должен прекратить Богослужение И начать сначала Ну он увидел то что есть Человеческому Здоровый дом Он снова Вторично Опять начнет снова И вот когда Арестовывали христиан Перед всем миром Представляли их Вредность И говорили У вас бывает такая Когда тайна вечера Причастием называется Ну да И там бывает Кровь там Что так написано Ну вы сами слышали Что сказали Это людоеды Это детей едят И все Погибло через это Вот только через это Несметное число людей Он не мог по другому Отпечать Я сказал Не вашего ума делу Тогда делал Другого сказать Боится сказать Вот реально Подойти Хлеб преломил Умножил Тут все понятно Чудо великое А здесь Вы едите плоть И священник еще Старается Самое настоящее тело Тело И никаких тут Не надо думать Что это в образ Как у сектантов Ну мы воображаем Не надо воображать Оно тело Только мы не видим И кровь его И вот кровь Петя Говорить нельзя Попробуй выйти из этого Выход только один Нельзя написано Хранящее таинство веры Это не раскрывать Хотя все написано Понимаешь Надо научиться Сразу Ставить Где препону Вопрос снят Из повестки Все Ну все Мы закончили Ну все Собирайтесь Молимся Говорите Кто будет молиться Давайте Поблагодарите Кто будет молиться Хорошую Молимся